Здравствуйте, мы на площади Ленина, в центре Донецка. Приблизительно так на французском звучит фраза «Здравствуйте». Это передача «Города». Сегодня мы в Харькове. Здравствуйте, мы на площади «Рынок» в центре Львова. Поближе познакомиться с этим городом нам помогут местные жители, благодаря которым лично я собираюсь поближе узнать местные достопримечательности и культурные ценности. Скажите, пожалуйста, как сказать о Львове, не называя самого города? Ну вот, например, как «Красная площадь» в Москве. Настоясь в Украине. И сразу понятно, что это Львов. Да. Памятник Ивана Франка или Шевченко. Вы думаете памятникам Тарасу Шевченко есть только в Львове? Ну я как знал, в синем и красном, но это же наши парни. Доброго дня. Hello. You are from the Poland? Yes. Oh, listen to me. Слушайте, у вас это термос или гранатомет? Некрополье. Некрополье? I don't know English so good. Блин, я уже часа четыре на улице. Погрейте меня, можно? А сколько букв в украинском алфавите? 36. 40. 42. А, хорошо. 28. 28 тоже? 33. 33? Так. Все, как зубы. У некоторых людей. Нет? Что ты думаешь о том? 2000. 2000? 2000? Летер? Говорят о том, что в Западной Украине, в особенности во Львове, не очень хорошо и приветливо относятся к тем, кто говорит по-русски. И, например, невозможно купить там чашку кофе или там, не знаю, жвачик. Сейчас проверим, правда, нет? А можно, что у вас тут, глинтвейн? Так. Такая холодильная, вот сейчас глинтвейн самое оно. Можно купить, да? Можно, а ловичный русский пикс. Я вам честно скажу, вот вы на меня смотрите, а я потихонечку начинаю тоже разогреваться. На глинтвейне попробовали нормально все, понимают по-русски и очень приветливо. Сейчас попробуем здесь. А можно американо с молоком? Можно. Так. А бублики почем? По 7 гривен. А кофе? Так же 7. Видите, никаких проблем абсолютно. Я по-русски, а она по-украински. Мы друг друга прекрасно понимаем. Все знают, что Донецк был одним из городов, принимавших Евро-2012. Именно к этому событию здесь был сооружен стадион Донбасс-Арен. Я специально дождался вечера, потому что местные мне сказали, что вечером он выглядит просто бесподобно. И я вам должен сказать, это действительно так. Снаружи потрясает. Я, честно говоря, здесь первый раз. Сейчас посмотрим, как это будет. Столько салатниц, тарелок и кубков. Прям мечта моей мамы. Именно через эти ворота игроки футбольного клуба «Шахтер» и их гости выходят на футбольное поле, чтобы там сразиться. Мы сейчас повторим этот путь. Это потрясающие эмоции. Вот представьте, здесь может сидеть 52 тысячи человек, и ты выбегаешь. Они все кричат, аплодируют. Дрожь. Я не могу это передать иначе. Дрожь. По всему телу. О, кстати, а вот эта самая лавочка влюбленных. Вот незадача. Она вся перевязана лентами. Покрашена, что ли? Давай. Даже пахнет красным. Друзья, сейчас мы померяем лавочку самым необычным образом. Я думаю, так до нас еще никто не мерил. Здрасьте, подходите, подходите к нам. Вытянула ручку? Давай. Раз. Народ, давай, 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 еще. О, вытягиваемся подлиннее. Молодежь, мальчишки, девчонки, становись рядышком. Ну что, в телевизор не хочешь попасть? Давай быстрее. Все, кто сейчас стоит вместе с нами, будет секс три раза в неделю каждый день. Не, не, не со мной, ребят, нет. Всем, кто думает, что мы идиоты, мы не идиоты. Ну давай быстрее тогда ко мне, надо же зафиксировать этот рекорд, сколько у нас там людей получилось. Не прошло и двух минут, как добрые жители города Днепропетровска согласились помочь нам померить лавочку влюбленных вот так руками. Сейчас я быстро посчитаю, сколько нас тут получается. Раз, два. Половина его, о, Господи, у нас тут так много. 32, 33, 34, 35 человек с вытянутыми руками. Это умножаем где-то на полтора, это, слушайте, метров 50 получается, да? Ура! Видели? Место для поцелуев. Девушка, мадмуазель, а вы местная вообще, да? Это правда место для поцелуев? Да? Давайте. А что я возмую целовать? А я возмую целовать? Все, я отсюда, никуда. Не местная? Идите сюда, вы видели штуку, какая красивая? Давайте, быстрее, быстрее. Девочки, дай заходите ближе, говорю, не бойтесь. Что творится? Все самому, все самому. Ох, ничего, господи. Это вы все вместе? Мама моя дорогая. А, you are from Poland? It's the best kiss place in Lviv. Everybody must kiss here. You know? Boys with girls. No, in Poland maybe boys with... I don't know, in our country boys with girls. Я ребятам говорю, что в Украине мальчики с девочками целоваются, как в Польше, я не знаю. Стоп, 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 стоп. Don't sex in the city. It's a friend kiss, окей? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Уау! Молодцы, которые раньше населяли в этой территории, вот с бабами, то они не очень. То есть, во-первых, они каменные, во-вторых, они, ну честно, не очень. орехи есть пара интересных историй загашники и всегда нравится моей бабушке это было программа